всем привет и в этом видео мы поговорим про такой элемент пальцевской интерфейса к его свитч и давайте перейдем библиотеку элементов вот он здесь свитч и что нам говорят что свитч это такой переключатель между двумя состояниями выключена и включена ну обычно его применяют для того чтобы ну грубо говоря включить или выключить какой-то допустим функционал то есть у него есть очень мало свойства этот класс очень маленький у него можно поменять состояние включена или выключена можно задать свойство он tint он изменит цвет вот этот который сейчас зелененький цвет фона грубо говоря пусть будет оранжевый и можно изменить цвет самого переключателя это found tint давайте тоже поменяем и давайте перейти они могут лет или какой-нибудь сам свитч будет не так написал если вы например как-то там неправильно написали назвали вашу переменную если я просто поменять то скорее всего будет ошибка и можно нажать правую кнопку и нажать ренейм таким образом xcode посмотрит везде где используется ваше название и вы сможете его безболезненно поменять давайте перейдем в классе свитч для этого жму команд нажим на класс и jump to definition в одном принципе покажу ничего не нужно storyboard закроем и вот те же самые свойства которые мы настраивали через storyboard эти два также раньше до iOS 7 можно было бы эти свойства использовать сейчас они уже не работают и еще у него есть свойства из он чтобы определить вкл или выкл сейчас наш свитч а также сет он и с его помощью можно соответственно наш выключатель переключить давайте попробуем сам свитч проверим как он у нас сейчас включен или выключим выведем это на консоль запустим так изначально он у нас включен давайте его поменяем свойства из он и потом еще раз его проверим да сначала был включен и потом выключилась и также давайте посмотрим на метод set он для этого мы попробуем реализовать это в другом жизненно в другом методе жизненного цикла и уйди до пир всегда надо вызывать супер связано это с тем что когда вызывается вот этот метод у нас еще контент на нашего приложения нашего экрана все что находится новый контроллер еще не отображается а вот этот метод вызывается когда содержимое нашего контроллера уже отображено сам свитч и зон true поскольку он у нас конечном положении был false и чтобы успеть это заметить давайте делаем паузу например в одну секунду и и вот он переключился сам но это произошло без анимации как-то даже некрасиво и можно это дело исправить вот таким вот образом с помощью метода set on я передаю сюда true и аниме это тоже передаю true то есть теперь это будет происходить у нас анимировано вот как вы могли заметить он у нас переключился вот так же если перетянуть экш ну и перетянуть вот так же связь то мы можем выбрать action и давайте на него какой-нибудь свитч так пусть будет юай свитч и если значение меняется то можно например совершить какое-то действие свитч ченчет например ну просто свитч ченджет пока задумываться ни о чем не стоит так и вот я его нажимаю и мы видим на консоли фразу свитч ченчет вот на этом как можно было заканчивать но давайте создадим такое прямо микро приложение допустим так удалим наш свитч его мы уже по традиции напишем из кода так все теперь можно удалить вот все остальные элементы добавим через story порт иначе это будет может получить слишком долго а свитч добавим через код так мне понадобится лейбл это будет приложение в котором не то чтобы приложение допустим какой-то экран ваше приложение в котором вы хотите попросить пользователя ваше приложение оценить мы спрашиваем пользователя хочет ли он оценить наше приложение тут будет свитч и если он захочет то мы используем сегмент от control в котором будет пять сегментов так как оценки у нас выставляется от одного до пяти и в каждом из них будет просто цифра растянем и понадобится нам кнопка например тут будет у нас отправить отзыв вот таким образом будет у нас отправляться отзыв так используем constraint и для лейба прибьем его к верхней части нашего экрана так это у нас топ лидин и к левой части нашего экрана по ширине растягиваться не будет зафиксируем ему ширину сегмент от control прибьем вертикальным constraint к нашему лейблу поменяем значение на 16 и справа и слева тоже прибьем его constraint к лидин и трейдинг и установим для них значение равное 16 ну и кнопку то соответственно прибьем к нашей оценочной системе вертикальным constraint укажем ему значение 16 вот такая вот небольшая история теперь с помощью зажимая клавишу option жму view controller таким образом они теперь у нас отображаются эти два файла вместе это мы никак не будем менять или использовать поэтому отлет его нам не понадобится нам понадобится отлет сегмент от контрола и отлет кнопки также у кнопки нам понадобится action так sender нам вообще не понадобится вот и нет я немножко ошибся лейбл нам все-таки понадобится потому что относительно него я буду устанавливать constraint для нашего свеча теперь создадим свеч используем для этого его свеч добавим его на наш пью добавим его на наш пью свеч так наверно займу как-нибудь по-другому сделаем его ну пометим свойства translate of 30 с 1 mask enter constraint как false для того чтобы можно было настраивать с помощью констраинтов для того чтобы они применялись и применим constraint сейчас я задал constraint для нашего свеча таким образом я разместил его по вертикали точно на таком же уровне на котором и находится лейбл и в 8 пикселях ну 8 поинтах от лейбла по правой стороне то есть левый край my my switch выровнен по правому краю лейбла и отступает на него на 8 поинтах давайте запустим посмотрим что получилось вот высота у них одинаковое предстояние 8 поинтов в принципе очень страшно и я заметил что кнопка у нас не выровнена по центру можно ее помимо constraints которые задаются вправо влево вверх и вниз можно также задать центр горизонтали и центр по вертикали нам нужен центр по горизонтали для того чтобы кнопка отображалась по центру экрана и с помощью нашего свеча мы будем переключать и таким образом у нас если пользователь желает оставить какой-то отзыв сегмент control и send button будут отображаться для этого используем свойства альфа теперь для для my switch нам необходимо повесить какой таргер указываем self потому что он будет выполняться в файлевые контроллеры switch action и value changed он будет вызываться тогда когда этот метод ну этот switch будет менять свое значение пишем objc func и наверное нам понадобится sender так ну sender может понадобится может не понадобится в качестве параметра если здесь вот написать таким образом то когда вы объявляете вашу функцию вам нужно будет его указать и что нам нужно значит если у нас значит и sender is on то меняем значение альфа для нашего button сегмента control х я хочу сделать это анимирование анимировано анимировано ю ю animate так воспользуемся ну более простым методом пусть он меняется за 0,5 секунды так self необходимо написать внутри замыкания и в противном случае та же самая анимация так если он включен мы их отображаем если выключен то не отображаем так давайте попробуем да сейчас у них у нас ничего не отображается но если переключить switch то у нас уже что то есть и осталось только реализовать нажатие кнопки и отправить отзыв так здесь мы будем просто вводить на консоль например так спасибо за ваш отзыв и показывать какая оценка была для этого нам нужно обратиться к метод control его так все лицами этот индекс и прибавить единичку например 4 вот таким образом мы увидели что у вас сейчас отобразилось спасибо за ваш отзыв четверка если нажать 5 то это будет пятерка если вы не хотите оценивать приложение то можно например это скрыть вот такое небольшое видео получилось всем спасибо за просмотр спасибо спасибо интересно